В прошлом году Хангаласский район потрясла новость о пожаре в жилом доме Покровска, случившемся аккурат под 9 мая. Тогда за считанные часы двухэтажное многоквартирное здание по улице Дачная 8 выгорело дотла, а сотни его жителей чудом успели выбежать из полыхающего дома и спастись. Прошло уже полтора года, а погорельцы до сих пор не могут решить возникший по несчастливому стечению обстоятельств жилищный вопрос. Разбиралась ситуация наш корреспондент Виолетта Засимова. До сих пор неизвестны причины пожара, случившегося днем 8 мая 2015 года. Кто-то сетует на соседей, устроивших посиделки с мангалом и шашлыками неподалеку от дома, другой причиной был назван сельхоз ПАЛ. Но что бы ни говорили, ситуацию в любом случае усугубил порывистый ветер, дувший в тот день со скоростью не меньше 8-9 метров в секунду. Пожарники подъехали и две машины пустые приехали. Только одна машина полной водой была. И Махсагаловское подразделение подъехало, и они сразу начали брызгать пеной. Уже дом сгорел, и этот уже, ну как, спичечный коробок. Часть погорельцев на первое время поселили в номерам местной гостиницы. Была оказана единовременная материальная помощь в сумме 25 тысяч каждой семье. Вскоре пять семей переселили в маневренный фонд поселка Махсагалох. Остальные до сих пор перебиваются у родственников, снимают жилье, а кто-то вынужден был переехать в другой населенный пункт. Забросили нас в Махсагалохе, про нас забыли. А мы хотим жить в Покровске. Мы тут родились, тут дети родились, тут хотим доживать старость свою. В администрации пожимают плечами. Нет в Покровске маневренного фонда как такового. И даже признание уже сгоревшего дома постфактум аварийным не спасает дело. Теперь они уже в статусе жильцов аварийного дома. То есть статус у них другой, не Покорельцев, а именно аварийного дома. И они точно также войдут в программу по дате признания аварийным. То есть в 2015 году их признали аварийным. Согласно действующей федеральной программе переселения из ветхого аварийного жилья, сроком до конца 2017 года расселению подлежат дома, признанные аварийными, до 1 января 2012 года. Все остальные могут претендовать на жилье только когда заработает новая программа переселения. Хотелось, чтобы хотя бы нам, как Погорельцы построили раньше времени, или хотя бы предоставили жилищный сертификат. Я хотела бы еще обратиться к Егору Афанасьевичу, чтобы он помог нам с решением нашего дома. Потому что мы Погорельцы, двери везде закрыты для нас. Всего с 2013 года в городе Покровске расселены жители 37 аварийных домов. В очереди на вхождение в следующую программу переселения состоят жители еще 65 домов. И эта цифра с каждым месяцем увеличивается. Среди них Погорельцы с дачной 8. Но если у остальных худо-бедно есть крыша над головой, то Погорельцы вынуждены в прямом смысле этого слова ютиться по углам. Виолетта Зосимова, Александр Ярков, НВК Саха, Хангалас Киулус.